Одними из первых свой гражданский долг на думских выборах исполнили первые лица региона. Губернатор Юрий Бездудный и председатель регионального собрания депутатов Александр Лутовинов. Отметим, что спикер окружного собрания сейчас находится в рабочей поездке по населенным пунктам региона. Он проголосовал в селе Нижняя Пёша. Глава региона Юрий Бездудный отдал свой голос за кандидатов депутата Государственной Думы одним из первых. Избирательный участок, на котором реализовал свое гражданское право губернатор Ненецкого округа, располагался в культурном центре Арктика. Спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов на выборах депутатов Государственной Думы голосует вдали от дома, но на территории Ненецкого округа. На этот раз его избирательный участок находился в селе Нижняя Пёша. По телефону он рассказал, как проходит голосование в населенных пунктах региона. Я считаю, что использование права голоса дает возможность участвовать в процессе управления государством и непосредственно влиять на формирование органов власти каждому гражданину. Поэтому возможность выбора нужно использовать с полным чувством ответственности. А это значит внести свой личный вклад в определение пути, по которому будут развиваться и наш округ, и наше государство в целом. Выборы – это возможность иметь наших представителей в Государственной Думе Российской Федерации. Это очень важно. Председатель окружного собрания отметил, что избранный депутат должен будет в полной мере отстаивать интересы северян в Государственной Думе, исполнять их наказы. Кроме того, Александр Лутовинов рассказал, как проходит голосование, насколько активны избиратели. Я сегодня был с утра на избирательном участке в селе Ума, и вот там до половины десятого проголосовало свыше 45 человек. В нижней пёше люди идут. Не надо забывать, что выборы продлятся три дня. Поэтому здесь понимание есть. Кто-то работает, кто-то собирается вместе с детьми идти в воскресенье. Но здесь, я думаю, так, что понимание у жителей в селе присутствует, и я надеюсь, что они максимально используют свои права на выборы. Строго требовательно и ответственно. Так он охарактеризовал организацию выборного процесса на селе. Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием, а сами выборы проходят с соблюдением мер безопасности, в том числе и эпидемиологической. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север».